приветствую вас снова в игре все же решил я разобраться с этими жуткими тварями ах повсюду повсюду угроза невероятно придется спасаться бегством а 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 да стой же ты на месте ордарик а 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 ну что я думаю а а а а сколько у меня там 140 тысяч опыта до следующего 150 тысяч наемся пожалуй грибов да вот вся проблема по-моему я уже обозначал ее но еще раз играя за мага том что именно в дику реки эта проблема даже ладно что я очень ограничен в кругах магии то есть вот четыре круга это предел всегда можно убежать вот как я это сейчас сделал затем вернуться и добить противника с этим то проблемы нету проблема в том что как помните я скупил все зелья ман которая только есть и как видите их совсем немного а также я скупил у гомера опять же у него я покупал зелья и у него я купил все бутылочки необходимые для создания зелий он их продает всего лишь 20 штук 5 кажется бутылочек у нас имеется в начале игры больше где взять бутылочек я не знаю возможно солдаты там что-нибудь продают у себя в лагере но тоже маловероятно вот и получается что я вот наварил себе экстрактов маны и как помните 15 вишен тролля растет по всему этому и тайну плюс 2 или 3 вишни я нашел еще в сундуке там у магов кажется в убежище и я не смогу сварить лучшие перманентные зелья из-за того что у меня нету бутылочек более того я не смогу сварить вообще никакого зелья соответственно монстры в игре бесконечные мало того они их становится все больше и больше мана же у меня постоянно заканчивается причем очень быстро заканчивается соответственно очень скоро у меня кончатся все зелья и рано или поздно я останусь абсолютно без маны то есть у меня не будет ни растений ни зелий единственный способ восполнить ману это поспать мешка у меня спального также нету так как у меня повис вот этот квест чем самом начале игры поиск подводного растения то есть я нахожусь крайне так сказать тупиковой ситуации и единственное что я сейчас вижу имеет смысл сделать это быстро и аккуратно как-то вот рассчитывая на то что у меня хватит зелий посетить все места которые я не посетил еще и завершать прохождение потому что ну как видите это невозможно становится вот этих орков я уже по моему два раза уничтожал на этом месте и снова они там появились и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все же я хочу забраться туда и зачистить эту местность, что же там поглядеть Где очень много зверя наплодилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Недобитые твари Так, я думаю, к штекам даже соваться смысла нету Из-за парочки растений Совсем не хочется рисковать Так, ну и что здесь? Угу Прямо к крепостной стене Так что очередной раз вам подведя итог игры за мага Так сказать, очень рекомендую вам... Так, кстати, вишня троллей здесь Которая мне уже не пригодится Вот нелепость из-за каких-то бутылочек Ну да ладно... Так вот, подведя итог всему этому Поэтому в очередной раз крайне рекомендую вам не играть за мага Лучше всего за воина Проходить дикурик Тем более, что это максимальная сложность Если на нормальной сложности еще может быть будет попроще Даже за мага вполне возможно неплохо так жить То на максимальной же сложности только воин либо лучник Лучник, кстати, тоже, я думаю, очень неплох будет Как помните, я показывал на острове Можно найти хороший лук А также возле болота Вот где охотник с троллем жил наверху в горах Также я добывал очень хороший лук Там мы еще получали бонус Бонус акробатики, нырнув вот в каньон Ну вот, меня даже гоблины воины гоняют Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь надо сохраняться почаще и аккуратно все исследовать. Желательно даже на разные слоты сохраняться. Как помните, у меня тут три раза подряд вылетала игра. Когда я просто хотел пробежать возле этого леса. Черт возьми! Проклятая ора, черт, парень. Что? Их уже три... Как? Как так вообще? Она расстроилась. Мда... И шерх откуда-то. Такое чувство, что здесь монстры просто клонируются. Прямо в ненормальных количествах. Одна собака за мной увязалась, из нее появилось три. То есть... Ну как это вообще? Ну как это вообще? Что, конечно, у меня есть. Не забывал? Как это? Ну вот, мы вновь. Поехали. Да. Так. Подождите. Или. Ладно, еще раз. Гораздо дешевле выходит колдовать шаровые молнии. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Так что... Рецепт будет бесполезен... Продолжение следует... 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 Ну, в общем-то, лес зачищен, можно сказать. Возможно, остались какие-то небольшие такие вот неподобранные травки, недобитые монстры. Но, в общем и целом, я сразу в центр леса пошел через этот тоннель подземный. Где все твари на меня напали? Может, оно и к лучшему. Мне придется тут повсюду рыскать, ловить их. Так, вот думаю, сейчас опять может вылететь игра. Потому что, да, вот именно здесь вот я вышел из туннеля, пошел дальше и... На том вон самом месте она вылетает. Поэтому нужно обойти эту дорогу с другой стороны. Главное не пересекать черту, как говорится. Вот примерно где пенек. Пересекал пенек. И где-то вот здесь вот срабатывает ловушка, так сказать. Ооо, вы видели это? Перед тем, как вылететь. Появились, просто появились на глазах. Несколько десятков глорхов и все зависло. А при этом был лишь один глорх. Ну что я могу сказать? Лес можно считать зачищенным. Я сейчас обойду аккуратно его с другой стороны. Попробую к этим глорхам подойти. И аккуратно их зажарить попробую. Так, я решил пока не ходить туда. Дело в том, что... Я имел... Великую, в кавычках, удачу... Сохраниться. Хотел подойти поближе к этим глорхам. Так, сейчас тут подселую. Оооооооооо... Черт возьми! Так вот. Я имел великую удачу... Сохраниться ровно за полсекунды. За полсекунды до вылета. То есть я подошел достаточно близко к этим глорхам. Сохранился. И тут же игра вылетала. И вот этот сейф. Я уже пытался пять раз его загрузить. Но... Только проходит загрузка. Тут же вылет. Пришлось загрузиться тремя минутами ранее. Там небольшой кусочек леса. Остался. Не обследовали, но не страшно. Ух... Сурово. Почему-то они не хотят поджигаться. Я очень рассчитывал на горение. Так, а что за смолнии? Так-так-так-так-так. Единая глыба убрать. Молния. А-а-а-а! Где же ты, молния? Нет, так моя мантия долго не выдержит. Так, еще раз. Вот она. Ага. То-то же. Урон у молнии не очень высокий. Но зато защита у шныгов так же не очень высока. Соответственно, я могу спокойненько держать. И маны мне вполне хватает. Или не хватает. Что значит крайне неприятный момент с огромным количеством глорхов. О-о-о-о-о-о... Да, я даже сохраниться не успел. М-м-м-м-м... М-м-да. Даже не дали сохраниться. Вообще, я начинаю подозревать и понимать... Как я уже рассказывал, обычно я играл на среднем уровне сложности всегда. Сейчас же максимальный монстров спаунится просто, ну вы сами видите, невероятное количество просто. Из одной твари может запросто три откуда-то появиться, буквально на ровном месте. Соответственно, движок игры скорее всего не подготовлен к таким резким метаморфозам. Отсюда эти пасты, вот опять например, прямо на глазах появились. И я подозреваю, что именно отсюда постоянные сбои и вылеты. Так вот. Что, или у меня был сейф? Ладно, уже не важно. Ну это было точно до убийства... до убийства шныгов. Как бы там ни было. Дело в том, что я сейчас вообще, наверное, из-за вот этих вылетов не смогу даже подобраться к пещере. К той самой пещере, где когда-то обитало очень огромное количество шныгов. Как помните, там есть подводный проход, я еще попытался туда проплыть, но там меня, в общем-то, сожрали ползуны еще в то время. Вот, прямо по курсу появятся глорхи. И я опасаюсь, что я не смогу... не смогу подобраться даже к пещере из-за этих глорхов. Но попробовать стоит. Потому что место там крайне интересное. Ладно, пойду на пролом. Два шершня уже погода не сыграют. Вот, просто по краешку. Вдоль горы. Так, хорошо, мне хотя бы удалось подойти ко второму входу, так сказать. Там, как помните, есть еще один вход. И вот вся опасность в том, что если я приближусь к этим глорхам, они проявятся. И у меня опять произойдет вылет. Но, ладно, попробовать стоит. Ох, как же все. Как же все сложно с этим дикуником. Так, момент истины. Сейчас все близо, как никогда, к этим глорхам. Ну, правда, я их не вижу. Ну, что ж. Придется мне вообще их стороной обходить. Эту часть леса. Потому что там стопроцентный вылет. Тут уж у меня ничего не могу поделать. Ну, ладно, я в пещере. Это уже хорошо. Думаю, здесь я сделаю паузу. Остается рассчитывать, что ничего, никакого вылета здесь не будет. Ну, что ж. Продолжим в следующий раз. Увидимся.